добрый вечер мы сегодня поговорим о главе шмот мы начинаем книгу шмот глава шмот начального книги и окей прошу прощения мы начали на книгу книга шмот и у нас появляется рождается новый пророк появляется новый пророк пророк который нас сопровождать будет всю книгу шмот и станет самым великим пророком варийского народа веки на веки этому шарабей ну мы с ним знакомимся и очень интересно что раз мы говорим о пророке то очень интересная вещь всегда есть посвящение пророков то есть да обычно книги если мы откроем книги шая урмия у и так далее мы всегда увидим что в начале или где-то ближе к началу есть посвящение пророков пророки то есть да что всевышний клад на него миссию он должен сделать так далее и пророк почти всегда отказывается от миссии пытается всеми силами от нее убежать и не брать ее на себя это мы видим как вы и пророк илья у это делает и делал пророк ирмия у это делает хискель это делает юна и так далее и почему кстати не отказываются есть несколько причин этом иногда тяжело быть в таком скажем так получать такую задачу и быть в такой должности пророка и так далее стоять и всем объяснять что они себя нехорошо ведут и что нужно что-то исправлять также не хочется рассказывать какие плохие вещи ожидает народ а также иногда не видят что нет никакого смысла сообщать тому народу говорите проще тогда все равно слушать не будут и вместо этого получается чтобы в народе появилось какое-то изменение про это просто приведет того чтобы просто надо пророка смеяться иногда даже издеваться как вот допустим сальмия даже бросили увьян и у нас здесь в нашей главе есть то что называется вот этот вот несгораемый курс где и явно всевышний посвящает мушарабейну в пророке и за накладывать на него задачу и как во всех остальных случаях здесь правильный прототип мушарабейну отказывается мушарабейну находится возможно объяснение почему он недостоин почему не может почему не так далее и всевышний естественно скажем так очень настоятельно вплоть до того что этот разговор между мушарабейну и всевышним этот спор продолжался по мнению рамбана рамбан говорит 7 дней то есть да вот этот вот разговор возле сна 7 дней шел пока в конце концов мушарабейну не сдался и но если мы внимательно посмотрим то мы видим когда мы будем разбирать мы сейчас сегодня будем разбирать именно вот это вот разговор и спор который проходит между всевышним и муше при этом несгорающем пусте то мы увидим что есть очень интересный и особый спор между богом и его посланника и и этот кстати интересно что этот спор не занимается опасением пророка своим то есть называется своим статусом то есть да как он будет выглядеть так далее и даже он не описывается не занимается тем что народ израиля будет скажем так очень тяжело тяжелым непринимающим и так далее а мы увидим интересную вещь спор между мушарабейну и всевышним занимается а стратегией как правильно и лучше всего то есть какая стратегия как лучше и правильнее всего привести народ к тому чтобы он услышал слово бога и да началась реализация послания мужа то есть это не спор о том что не услышали а как правильно сделать так чтобы услышали ему то есть сегодня разберемся и увидим в виде стихи и так далее попробую понять вот этот спор что происходит и так далее и мы можем скажем так это мы не будем уже дальше звучать может иногда упоминать но можно и тот кто глубоко будет читать главы после нашей и в принципе все главы дальше до конца книги шмот и аж до книги бамид бар посередине когда муша заканчивает свое послание после того как он ударил по скале этот спор будет постоянно крутиться между муша и богом который мы раскроем сегодня и начнем с того что нужно обратить внимание на том что в описании вот это введение несгорающего куста и то что происходит вокруг него есть два глагола которые постоянно стоят скажем так напротив друг друга и между ними есть как бы такой вот метод по есть за такое вот напряжение это глагол видеть Или его, скажем так, синонимы. То есть, да, то есть, рээ, гэбэ и так далее, посмотри, увидь и так далее. То есть, синонимы на ибрите. И также между глаголом амар сказал и его, естественно, синонимы синонимы, то есть, дебер, цаак, коль, то есть, да, говорил, кричал, голос и так далее. То есть, тоже связано с речью. То есть, да, есть, с одной стороны, видение, видеть, смотреть и речь. Эти два глагола, то есть, две вещи, то есть, глагол видеть и говорить, они стоят напротив друга во всем этом видении и разговоре, видении, то есть, несгуляющего пуста и в разговоре между Моше и Всевышним. Итак, в принципе, нам начинается с того, что есть описание, скажем так, переживаний и чувств Моше, когда он пасет свой скот, скот, точнее, не свой, а скот своего тестя в пустыне. Это третья глава книги Шмот. Это звучит так. Моше же пас овец и троп. Здесь своего жеца Медьянского повел он раз овец на пустыню, за пустыню пришел к горе Божьей в Порему. И явился ему ангел Господень в пламени огня из середины пуста терновника. И увидел он, вот терновник горит огнем, но терновник не сгорает. И Моше сказал, пойду и посмотрю на это великое явление, отчего терновник не сгорает. И увидел Господь. Увидел Господь, что он подходит смотреть и воззвал к нему. Это уже обратился. Из среды терновник сказал, Моше, Моше. И сказал, вот я. И сказал он, не подходи сюда, сними обувь твою, с ног твоей, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Смотри, что происходит? Ощущение, то есть переживание, то есть привлекание, внимание, Моше происходит через что? То он, скажем так, видит в пустынном пейзаже странное, то есть неприродное явление. Он видит что-то, что происходит не по природе вещей своих. Куст. Терновника. Горит в пустыне и не сгорает. То есть, в принципе, и дальше, то есть описывается Всевышний, как он тоже смотрящий, наблюдающий, он наблюдает за Моше Робейну. Как, то есть, скажем так, как прореагирует Моше Робейну на вот это вот, скажем, визуальное триггер, который у него появляется перед глазами. И после того, как Всевышний видит, что триггер сработал, то есть, да, Моше Робейну обращал внимание на визуальное вот это вот видение и подошел. Тогда Всевышний использует, скажем так, это вот заинтересованность Моше и обращается к нему и, естественно, начинает ему передавать идею послания. То есть, что он посылает Моше и избавит еврейский народ из земли египетской. Кстати, в принципе, стих говорит, что Моше перестал смотреть на... Почему? Потому что он закрыл свое лицо, то есть, да, он закрыл свое лицо, и поэтому дальше, то есть, уже Моше слышит только голос. Он закрыл лицо, то есть, ему было страшно смотреть, и мы читаем дальше, и сказал он, и сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Ицхака, и Бог Якова, и закрыл Моше лицо свое, потому что боялся возгреть на Бога. То есть, этого момента Моше уже не смотрит, то есть, да, визуальный контакт закончился. И он слушает, и сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его от притеснителя его, так что знаю его страдания, и не шел я избавить его от руки египтяна, вывезти его из земли, той в землю хорошую, обширную землю, текущую молоком и медом, в землю к наанейцев, хитейцев, морейцев, перезеев, хивейцев и иргусеев. И вот вопль сынов Израиля дошел до меня, вопль снова услышит, и видел я также угнетение, каким египтяне угнетают их, и теперь иди, пошлю тебя к Паро, и выведи народ мой сынов Израиля из Египта. Теперь что происходит? Моше слышит из слов Всевышнего причины, которые подтолкнули то, что называется, и сработать Всевышнего, и начинать сворачивать рабство. Всевышний повторяет три раза эту вещь, и он говорит дальше, что было? Холь, он услышал голос, то есть страдания, цаака, они возопили ко мне, и потом он говорит, я увидел, я спустился, увидел, что происходит. То есть, в принципе, Всевышний в каком-то смысле ему нужно визуально убедиться в том, что он услышал. Кстати, то, что говорит Хискуни, цаакад на Исраиль ба эляйкет, да, говорит, вопль народа Израиля пришел ко мне. То есть, Всевышний сказал, то есть, они вопят. Говорит, ты скажи, а в пустую они вопят? Нет. То есть, ты не можешь сказать, Моше не в пустую вопят? Я Всевышний спустился, посмотрел и пришел к выводу, что их вопль оправдан. То есть, да, нужно делать. Что мы здесь видим? Таким образом, у Моше, когда он видит то, что происходит, то есть, визуальное видение сгораемого куста. Плюс, ему описывает Всевышний, то есть, да, что произошло, почему он собирается закрывать рабство, скручивать и освобождать народ. Моше рабаима учит несколько вещей. И он понимает несколько вещей. Первое, то впечатление от визуального чего-то, того, что видишь, он очень мощный. То есть, да, и почти невозможен для переваривания из-за его мощи. То есть, Моше рабаима было тяжело увидеть, то есть, это было что-то непередаваемое. И это очень сильно на него повлияло. Второе, то, что он выучивает, то есть, он увидел этот изгорающий куст. То, что Всевышний описывает, то впечатление от того, что ты слышишь, оно слабее, чем то, которое ты видишь. По этой причине, то, что Всевышний услышал вопры сынов Израиля, это было недостаточно для того, чтобы произойти впечатление, нужно было еще увидеть. Кстати, мы это говорим идею очень часто в Йонки-Пу. То есть, да, мы описываем, как служился в храме, как в первосвящении, потом мы в Тхенот говорим, что счастливо, то есть, тот глаза, которые это видели, а не уши, которые это слышат. То есть, нам только пересказывают. Это совершенно другое впечатление. То есть, в принципе, Моше, когда понимает, то есть, да, вот это вот две вещи, что впечатление визуальное мощное, и оно, это первое, и оно нестираемое. Второе, что впечатление от того, что тебе рассказывают, намного ниже, ниже, чем визуальное. Поэтому Моше-Рабын отказывается от возложенного у него послания. Смотри, что он говорит. Он говорит следующее. И сказал Моше-Богу, кто я бы, чтобы не идти к породу, потому что я вывел сыновый Израиль из Египта. И он сказал, ведь я буду с тобой, и вот тебе знамение, что послал тебе при выводе твоего народа из Египта. Вы совершите служение Богу на этой горе. То есть, да. Кто Моше говорит? То есть, да, он говорит следующее. Он говорит, ми анухи ашер элехель фараон. Кто это такой, чтобы идти к фараону? Многие это, комментаторы, объясняют, что это показывает, какой он скромный. То есть, да. Но если мы говорим, что это раскрывает скромность Моше, мы должны задаться несколькими вопросами. То есть, да. В чем смысл до продолжения его вопроса? Вики от сед на Исраиль, и я смогу вывести народ Израиля из Египта? Окей, ты такой скромный, кто я такой идти к фараону? Причем, если я смогу вывести? Раша даже объясняет, что два разных вопроса. Но по-настоящему, если мы читаем, то есть, в Торе мы видим, что один и тот же вопрос. То есть, это вторая часть вопроса. То есть, кто я такой идти к вопросу? Смогу ли я вывести? О чем речь? Кроме всего прочего, мы должны понять, какая связь между вопросом и ответом Всевышнего. Он задал вопрос, кто я такой, я скромный. Да, Всевышний, что он отвечает? Ведь я буду с тобой, вот тебе знамение. Как ты отвечаешь на вопрос, кто я такой? Что я послал тебе? И он говорит, вот тебе знамение, что я послал тебя. При выводе твоем народа заедет и сожидит служение Богу на этой горели. Я говорю, что кто я такой, зачем я? Говорит, я с тобой иду, и вот тебе знамение, что у тебя все получится. Таким образом, чтобы ответить на вопрос, который мы подняли, нужно сказать, что вообще спор и разговор, и вопрос Мушера Бейна был совершенно другой. Спор между Мушера Бейну и Всевышним был в том, что именно, то есть, да, каким путем можно привести народ Израиля к процессу, что они начнут верить, во-первых, и выходить к земле Израиля, в Израиле Египетское, и пойдут за Всевышним. То бишь, их спор, как кинуть зерно веры человека, который сейчас живет в неверии. Когда Всевышний, сейчас мы это увидим, говорит, ты им расскажешь, а Мушера Бейна говорит, и что толку, то есть, что я им расскажу? От этого ничего не произойдет. Мы сказали, что визуально намного сильнее. Сейчас мы это увидим. То есть, в принципе, говорит Всевышний, Мушера Бейну, так, иди в пустыню, иди в Египет, вызволяйте. Чем он его, скажем так, дает ему в руки, для того, чтобы идти в Египет? Такое понимание он говорит. Он описывает ему, что есть вот такая проблема, то есть, да, и у народа, и Всевышний хочет его избавить. Все хорошо и замечательно. Мушера Бейну принимает эту информацию, она его поражает до глубины души, и действительно, она ему мешает, то есть, да, все, что народ Израиля страдает и так далее. Он-то видел в молодости. Он-то видел в молодости. Рамбан, говорит, ему вообще 12 лет было, когда он убил египтянина. Он-то все видел, это все помнит, то есть, да, но он приходит. Это все хорошо и замечательно, но кто такой, чтобы идти к фараону? Что имеется в виду? Мушер говорит следующее. Для того, чтобы быть принятым у правителя мира, а фараон египетский в те времена был правителем мира. Что нужно? Нужно, чтобы у тебя была, то что называется, спина. Гибуй. То есть, нужно, чтобы кто-то стоял за тобой. То есть, нужно какой-то у тебя статус быть. И поэтому, говорит, народ Израиля выведет из Египта, они мне станут спиной, я у них буду кем-то статусом. То есть, в принципе, Мушера Бейну сомневается в том, что народ вообще поверит в его миссию. И для чего он пришел? Если он придет к народу и скажет, вот я вас пришел избавить, единственное, то у него с собой есть, сказать народу, почему это его миссия, почему он пришел избавить, это то, что он расскажет, что Всевышний ему открылся и сказал ему, что вот они страдают, все, их нужно спасать. Говорит, что это народ мне поверит и вообще пойдет за мной? А если он за мной не пойдет, то я могу писать перед фараоном. То есть, да, от кого, от чего? То есть, да, окей, говорит Всевышний, хорошо. Вопрос понят, проблема понята, поэтому, говорит, спокойно, я буду тебе спиной, я буду стоять за тобой, я тебе помогу. То есть, он обещает, они, я им ха, я с тобой буду. Не переживай, то есть, да, у тебя статус, потому что я с тобой. И говорит, что у Маше, говорит, он должен, чтобы что-то сделать, он раскроет веру, начнет веру народа Израиля на том, что он объяснит. То есть, пророчество, которое с ними будет в будущем. Что они выйдут, вот, и они будут служить Всевышний на этой горе. Окей. Какая реакция Маше? Маше Рабейду выражает снова большое сомнение, что он сможет кого-то убедить словами. Смотри, что он говорит. И сказал Маше Богу, вот я приду к сынам Израилева, и скажу им, Бог отцов ваших послал во меня к вам. А скажут ли они, как ему имя? Что и сказать мне им? Смотри, что имеется в виду? Он говорит, вот я к ним приду и так далее, что-то они будут не поверить. То есть, снова, я говорю слова, что они мне будут не поверить, кто-то его имя, кто тебя послал и так далее. Смотрите, Всевышний, если мы прочитаем дальше, немножко, скажем так, не слышит сомнений Маше. Маше, и он говорит, сейчас я тебе объясню, что ты им будешь говорить. Поле, глобально. То есть, снова продолжает Всевышний свою идею, ты им будешь словами объяснять, и словами ты объяснишь, что происходит, и это их притянет к тебе. Смотри, что говорит Всевышний. И сказал Бог Маше, я сущий, который прибудет, сказал, так скажется нам Израилев, вечно сущий послал меня к вам. И сказал еще Бог Маше, так скажется нам Израилев, Господь, Бог отцов ваших, Бога Брава, Бог Ицхака, Бог Яхова послал меня к вам. Вот имя мое Мановейки, это память обо мне из рода Прот. Пойдите, бери старейшину Израиля, скажи им, Господь, Бог отцов ваших явился мне, Бог Абрама, Ицхака, Яхова, говоря, вспомнил я вас, увидел то, что делается с вами в Египте, и сказал, я выведу вас из-под Иго-Египетского, землю Кнанеев, Хайпейцев, Амареев, Перезеев, Кевейцев, Иусеев, землю и учим молоковым медом. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты старейшина Израиля к Старо-Египетскому, скажешь ему, Господь, Бог и в Рим явился нам, а теперь мы бы пошли на три дня пути в пустыню, принесели бы в жертву Господу Богу нашему. То есть расскажи, объясни, расскажи, объясни, расскажи, объясни, расскажи, объясни, и они в конце концов тебя услышат, твой голос. То есть снова вот этот вот глагол говорить, объяснять, слышать и так далее. То есть Моше продолжает стоять на своем, скажем так, на своем подходе. И в каком? Что послание и его миссия, которая будет строиться только на разговоре, только на том, что он говорит и объясняет, скажем так, на органах чувств слуха, не придет, не придет, даст никаких кодов. И поэтому он сразу сам цитирует возможную реакцию народа, какая возможная реакция народа будет. Он говорит им, я скажу, я им скажу, что Всевышний ко мне открылся, я тоже четвертая глава переходим, и отвечал Боше и сказал, но ведь они не поверят мне и не послушают голоса моего и подскажут. Ну я влялся тебе Господь, я сейчас буду перед ними распинаться, объясню, скажу, вот мне явился Всевышний, Бог Авраама, Исаака, Якова, его зовут так-то, он проводится, это все решено. Говорят, они скажут, а кто сказал, что Бог вообще являлся? То есть да, они поверят. Таким образом, как мы уже объяснили, спор между Всевышним и Муше идет над теми стратегии послания, как правильно его реализовать, то есть как правильно сработать. Муше считает, что в принципе годы рабства, а он их видел, народ, то есть да, выработали в народе вообще апатию, то есть не апатию, а неверие вообще, что что-то можно изменить. Поэтому услышать разговоры об избавлении и так далее, не повлияются и не дадут никакой надежды, ничего у них не изменится, они не поверят просто. Поэтому Шек говорит, что нужно сделать это по-другому, нужно сделать наоборот, потому что если это они сделают, то есть они услышат, что это выясняют, они просто будут смеяться над ним, они будут смеяться, будут приказываться, никто мне не поверит. Муше считает, что он делается по-другому. Нужно в первую очередь работать на органа другой чувств, на глаза, они должны видеть, они должны увидеть что-то. Ведь это то, что сработало на самому Шарабейну, он пошел смотреть куст, потому что он увидел что-то особенное, это притянуло, это сделал впечатление. Да ты сам Всевышний сказал, что ты сначала услышал их голос, то есть что они кричали в апелле, и ты посмотрел, так ли оно заслужено ли. То есть нужно сделать, сработать, чтобы зародить у них какое-то зерно веры во что-то, в возможности изменения. Нужно что сделать, они должны увидеть. Им нужны какое-то что-то сверхъестественное, что не как природа. Окей. Всевышний говорит хорошо. Он отвечает на просьбу Муше. И сказал ему Господь, что это в руке твоей? И сказал, он сказал, посох. И сказал, брось его на землю. И он бросил на землю, и тот превратился в змея, побежал Муше от него, и сказал, Господь Муше, прости руку твою и возьми его за хвост. И он, прости руку свою, схватил его и стал посохом в руке его. Это для того, чтобы они поверили, что являлся тебе Господь Бог Отцов их, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. То есть просил, пожалуйста, вот тебе видение. И сказал ему Господь еще, положи руку твою к себе за пазуху. Он положил руку свою к себе за пазуху, и вынул он ее, и вот рука его покрыта проказой, как снегом. Он сказал, положи опять руку твою к тебе за пазуху, и положи, он опять руку свою к запазуху свою, и вынул он ее из запазы, и вот она опять встала как тело. И будет, если не поверят тебе, не послушают голоса твоего первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум всем знамениям, и не послушают голоса твоего, то возьмешь воды из реки и вылезешь на сушу, и вода, которую возьмешь, из реки встанет кровью на сушу. То есть, в принципе, по идее, на этом моменте Мушера Бейну должен все, окей, у меня нет никаких претензий, ты мне даешь визуальное видение, которое не по природе, и это можно начинать, как говорится, работать. Но если посмотреть внимательно на слова Всевышнего, о котором мы сейчас прочитали, тут есть очень интересная вещь, с которой снова Муше не согласится. Муше, он говорит, нет, Всевышний говорит снова, то есть, да, сначала ты скажи, если они не послушаются, покажи знак. Если этот знак не поможет, скажи, то есть, ты им скажи снова, снова не поможет, покажи следующий знак. То есть, в принципе, снова есть, скажем, продвижение, я тебе говорю, потом показываю, поговорю и показываю. То есть, в принципе, визуальные действия, которые будут влиять на Всевышний, на народ Израиля, будут использованы с точки зрения Всевышнего. Это так нужно делать, только если не будут слышать твоего голоса. То есть, изначально говори, не показывай, то есть, визуальные какие-то вещи, сверхъестественные. Как Муше на это реагирует. И сказал Муше Господь, прошу тебя, владыка, человека, и не речистый, ни со вчерашнего дня, ни третьего дня, ниже с начала твоего разговора с рабом твоим. Кстати, здесь Рамбан пишет, что разговор семь дней шел. То есть, да, что, типа, ничего особо не изменилось до самого первого дня. Как мы разговариваем, ты обратил внимание? Ибо я тяжелоуст и косноязычен. Окей. Абсолютно большинство комментаторов на Тору, естественно, говорят, то есть, я человек, не человек речей, что у Мушера Бейну, есть те, кто говорит, что он заикался, но говорят, что оно не совсем, что Мушера Бейну был плохим оратором. Не имел он говорить. Не имел хороших, скажем так, риторических, то есть, задатков риторики, не имел такой, скажем так, таланта риторического. Поэтому не сможет он говорить по-человечески перед фараоном, перед народом и так далее. Но, если мы посмотрим на те речи, которые дает Мушера Бейну в книге Дворим, да и вообще другие речи, когда он народу так говорит, цяк говорит, когда он заповеди дает, и так далее, и так далее. Извините меня, Мушера Бейну очень хорошо умеет разговаривать. Мушера Бейну имеет очень хорошие ораторские навыки и риторические. Поэтому тяжело принять комментарий, что у него проблема с риторикой, с ораторским искусством. Он это умеет прекрасно делать, это мы видим в Торе. Тогда как мы должны это понимать? А мы это будем понимать в продолжении того же спора. Шара Бейну говорит очень интересную вещь. Он продолжает эту тему. Он снова своими словами говорит свое неприятие, подхода, то есть, скажем так, заинтересованности народа и возвращения его к вере, к надежде посредством разговоров. Он считает, что разговоры после такого огромного количества лет рабства не являются эффективным способом возвращения народа. И более того, наоборот, может затушить, и может померкнуть из-за них влияние знаков, которые показывают Моше Робейну. В конце концов, вот этот протест Моше Робейну идти путем через разговоры, то есть, да, то есть, называется разговором, то есть, слышать, чтобы народ слышал и так далее, а не визуальным, приводит к тому, что Всевышний решает подключить еще одного игрока, Агарона, что Агарон, он будет, скажем так, исполнять роль того, кто говорит, а Моше будет тем, кто будет показывать, то, что называется, визуальные знаки Всевышнего перед народом. То есть, и вот написано, и возгорелся гнев Господен на Моше, и он сказал, ведь Агарон, брат твой, левит, я знаю, что он будет говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и как увидит тебя, возрадуется в сердце свое. И будешь ты говорить и влагать слова в уста его, я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать, и он будет говорить вместо тебя с народом, и он будет тебе устами, а ты будешь ему господином. И посох себе возьми в твою руку, им ты будешь творить знамение. То есть, да, на этом вроде спор закончен. То есть, да, он говорит, хорошо. Мушар Абейн вроде в этом споре победил. Он принимает на себя миссию, он будет работать по более эффективным путем посох. Посох, который творит знамение. Это намного более эффективно. Агарон, у него будет задача, он будет разговаривать. Он будет объяснять, а Мушар Абейн, предпосланник, будет творить. Типа Агарон будет таким комментатором, что происходит вообще. То есть, да, чтобы народ понимал. Но Мушар Абейн будет влиять визуально на народ и на фараона и так далее. И тут интересный момент. Что у нас тут появляется вдруг в сторе, скажем так, некоторый перерыв. То есть, да, между согласием Муша и между тем, как Муша идет реализовать, то есть, да, это миссия свою. У нас появляется рассказ, который очень сильно, скажем так, вызывает, а вызывает большие вопросы. А точнее, описание того, как Муша Абейну попадает в место, называется Малон, то есть, место не ночует и так далее. И он там почти теряет свою жизнь. То есть, да, там наступает смертельная ему опасность, если он хочет его уничтожить и так далее. И в конце концов он спасается тем, что его жена Цепора делает обрезание его сыну. И таким образом все это заканчивается. Теперь, нужно понять, а что привело вообще к тому, что Муша Абейну попал под такую, скажем так, смертоносную угрозу и вообще почти под смерть. И как это связано с тем, что мы говорим. Для этого надо обратить внимание на одну интересную вещь. А именно на то, как Муша Абейну прощается со своим тестем Итро. И что он у Магавей? Вроде бы выходит, что Муша Абейну, несмотря на то, что разговор закончен был на этом терновом пусте, не закончил тему и вроде до сих пор не особо хочет выполнять свою мысль. Смотрите, читаем. Это четвертая глава. Это начинается с 18 стиха. И пошел Муша и возвратился к Итро, тестью своему, и сказал ему, пойду я и возвращусь к бракам моим, которые в Египте, посмотрю, живы ли они, или живы еще они. Сказал Итро Муша, иди с миром. И сказал Господь Муша в Медиане, пойди возвратись в Египет, ибо умерли все люди, стекавшие души твои. И взял Муша жену свою и сыновей своих, и посадил их на отслай, вернулся в землю египетскую, и взял Муша посох Божий в руку свою. Муша не рассказывает Итро, в чем вообще настоящая задача, в чем настоящая цель его возвращения в Египет. Он не рассказывает. Молчит. После этого он получает от Всевышнего снова, нагоняй, давай, то есть иди уже. То есть, да, собираясь, снова Всевышний Медиане уже открывается, и Муш говорит, что он должен идти. То есть, да, о чем до сих пор еще Медиане. И Всевышний повторяет и снова говорит Муша Раббарину, в чем смысл и цель его задачи. Мы читаем дальше, 21 стих. И сказал Господь, Муша, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай их перед лицом порог. А я ожесточу сердце его, и он не отпустит народ. И скажешь ты порог. Так сказал Господь, сын мой первенец, мой Израиль. То есть, в принципе, снова идет Всевышний накладывает задачи, что ему нужно делать и так далее. Теперь нужно осталось нам разобраться, как следующий рассказ с вот этим вот Малоном, где Муша почти теряет свою жизнь. И связан с отказом Муша выполнить свою миссию тем, что Всевышний повторяет снова его выполнить. И какую, скажем так, идею пытается Всевышний донести до Муша. Тут есть очень интересный момент. Тут есть вопрос, где начинается и заканчивается обращение Всевышнего к Муше. И где, скажем так, с точки зрения его задач. И где начинается сам рассказ про вот этот вот случай в этом Малоне. Почти все комментаторы говорят, что стихи про вот эту проблему с Малоном, это 24 по 26 стих. Четвертая глава книги Шмот. То есть, начиная. И случилось дорогу на ночлеге. Малон по ночлегу. Что встретил его Господь и хотел умертвить его. То есть, с этого момента начинается. По-настоящему есть те комментаторы, которые говорят, что нет. По-настоящему этот рассказ начинается с стиха перед этим. С 23-го. Это можно увидеть у Рожбама и у Бен-Эза. Смотрите. Там сказано. Если мы начнем читать этот рассказ с 23 стиха. Смотрите, как это звучит. И сказал тебе. И я сказал тебе. Всевышний обращается к Моше и говорит. Отпусти сына моего, чтобы он мне служил, но ты не согласил. Отпусти его. Вот я убью сына твоего, первенца твоего. Кстати, на еврейском звучит по-другому. И там есть. И скажу тебе. Пусти моего сына и будет мне служить. И ты отказался. Теперь еще раз. И сказал тебе. Отпусти ты на моего, чтобы он мне служил, но ты не согласил. И вот я убью сына твоего, первенца твоего. И случилось дорогу ночлегу, что встретил Господь и хотел умертвить его. Кого его? Есть, говорят, то есть сына. И тогда взяла цепора каменный нож, обрезание крайней плоти сына своего, положила к ногам его и сказала, жених крови ты мне. И отстал он от него тогда, сказал он, жених крови по обрезанию. На это говорит Райвид очень интересную вещь. Райвид в иммунаторома, то есть иммунаторома, то есть книга 3 Маамар, он говорит следующее. Он говорит, что угроза умерщвления сына Муше, то есть здесь идет от Всевышнего угроза, что он умертвит сына его. От чего это идет? От того, что Муше отказывается выполнять миссию, которую на него Всевышний накладывает. То есть угроза идет, то есть не фараон отказался, а ты отказываешься идти освобождать моего сына. Так выходит со слов Райви, да? Моего первенца, моего Израиля. Говорит, я умерщвлю твоего сына. И Всевышний пытается умертвить сына. Потому что тот отказывается. Таким образом, тем, что Всевышний угрожает умертвить сына Муше Рабейну, он пытается показать, чтобы Муше Рабейну понял ту связь, которая находится между Всевышним и народом Израиля. Народ Израиля для Всевышнего это первенец. Первенец, несмотря на все поведение, несмотря на то, что разорвалась какая-то связь, эта связь разорваться не может никогда. Всевышний ему обязан, своему народу. Поэтому, таким образом, он объясняет, есть очень важно, чтобы ты шел избавлять моего сына. Потому что, если ты не избавишь моего сына, я умерщвлю твоего сына, насколько это важно. Чтобы ты понял, как тебе потерять твоего сына, так и не потерять моего. Ты должен идти и выполнить то, что я тебе говорю. То есть, в принципе, для того, чтобы завязать Муше на его задачи, на его миссии избавление первенства Всевышнего народа Израиля. В конце концов, получается, что обрезание, которое делает Цепора, она завязывает то, что называется союз судьбы сына своего с всем народом Израиля. То есть, теперь они уже одно целое с народом Израиля. И Мушер Абейн действительно научится любить народ Израиля. Он его полюбит. Он жизнь за него положит. Но это происходит, когда? На тот момент, когда Всевышний... Я говорю Всевышний. Когда Мушер Абейн встретит народ Израиля уже в Египте. И тогда, когда он будет уже прикладывать все усилия для того, чтобы, да, выполнить свою миссию, да, вытащить народ Израиля из Египта. И как это красиво и хорошо описано в книге Шмот дальше, как мы будем читать. Но спор, как правильно это делать, между Мушер Абейн и Всевышним продолжится дальше и дальше. Он будет, в конце концов, проходить через все, 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 скажем так, эпохи народа Израиля, через всю пустыню до 40-го года. Постоянно будет вот этот вот пинг-понг между Всевышним... Если внимательно читать, то вы увидите, этот пинг-понг будет постоянно происходить. Мушер Абейну давит на визуальное. Что так легче, лучше всего для того, чтобы побудить народ, принести ему веру. А Всевышний больше на разговор. В конце концов, то есть, есть какая-то баланс. Кстати, есть очень хороший намек на то, что... То, что Мушер Абейну, скажем так, уперся и требовал другой путь, то есть, визуальный путь приведения к вере, очень красиво, скажем так, подтверждается реакцией народа на тогда, когда Мушер перед ним появляется, первая встреча с лидерами народа. И когда Мушер Абейну, то есть, говорит с ними и так далее. Смотрите, что там написано. Это у нас 30-й стих. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Мушер. То есть, началось, как Всевышний сказал. То есть, Аарон рассказывает все, что нужно рассказывать. Мушер, и сделал Мушер знамением перед глазами народа. То есть, как говорилось. Аарон рассказывает. То есть, он представляет то, что Всевышний хочет. То есть, он рассказывает. А Мушер Абейну делает знамение. И услышали. Сделал Мушер знамение перед глазами и поверил народ. И поверил народ. И услышали, что вспомнил Господь о знаке Израиля. Увидел страдания их. И преклонились они и поклонились. Смотрите, что происходит. Как выполняется наставление Всевышнего. Аарон говорит. Рассказывает слова. Мушер Абейну показывает. Визуальные знаки. Как реагирует народ. Народ верит. На что? На знаки, которые он увидел. А потом слышит и понимает. И принимает. Тут сказал Аарон. То есть, Мушер Абейну был прав. Ты хочешь донести до них. Чтобы они услышали идею. Сначала покажи им что-то сверхъестественное. Их нужно привлечь. Их нужно визуально зародить. И у них привлечение. Это делает что-то особенное с ними. А вот как раз доказательство тому, что сказал Мушер, более мощно, то если без знаков, как это выглядит, очень сильно разбирается в следующей главе. Когда Мушер говорит народу Израиля, то есть, когда на них наложили более тяжелую работу. И Мушер Абейну говорит им, ребят, не отчаиваемся, описывает, то есть, избавление которых ожидает и так далее, и так далее, говорит, пытается достучаться до их сердца. Какая реакция народа? И говорит, и говорил Мушер так, то есть, народу Израиля, сыновьями Израиля, и не слушали Мушер, и за нетерпимости, то есть, у них не было терпения, и за тяжелую работу. То есть, рабство и вот эта безысходность от рабства приводит к тому, ты говоришь, но говори, мы все равно, то есть, мы тебе не верим. Слова не работают. Когда народ находится в полном безверии, в полном отчаянии, что если ты хочешь зародить им это, то есть, вот, пожалуйста, слова не помогают. Это то, что Мушер Абейну говорил. Получается, что Мушер Абейну выиграл спору Всевышнего. Так оно работает. Что мы учим из этого всего? То, что мы написали. Что, в принципе, мы учим, как в этом разговоре, когда мы учим, как на земле это работает. Всевышний смотрит в глобальных вещах, то есть, да, и видит идеал. Он хочет верить в народ, что народ будет идти по идеалу. Мушер Абейну находится на земле и говорит Всевышний, это очень хорошо, народовый идеал, но этот народ идеал не выдержит. То есть, да, он не идеален. По этой причине нужно немножко учитывать их состояние. И нужно им показывать, то есть, фокусы, то есть, да, визуальные какие-то вещи, то есть, и только тогда они начнут слушать. И это показывает, нас учат вообще, как... Это, кстати, спор между Всевышним и Мушер Абейну показывает, очень важный спор, как заложить зерна, чтобы они произросли, чтобы они действительно как-то повлияли, человеку, который находится в полном безверии. И зерна веры, то есть, как заложить, чтобы они проросли. Когда, с одной стороны, есть путь визуальный и так далее, который более влияет, более делает впечатление, и потом на него накладывать слова. Или пытаться достучаться до сердца, то есть, без визуальных каких-то вещей. Первое, то есть, путь невизуальный, достучаться словами и так далее, он тоже возможен. Он даже может быть более идеален, более лучший, он более божественен, более высокий, он в более высшем уровне, но он подходит единицам. Даже для Мушера Абейна его внимание сначала привлек куст. Да, он потом закрыл лицо и слушал Всевышнего, то есть, несмотря ни на что, ему достаточно было слышать. И это впечатляло, то есть, но большая часть людей не могут так. Они не могут в идеальном состоянии просить. Поэтому нужно немножко опускать планку и втянуть их визуально. Вот потом накладывать на это и также, скажем так, смысловую нагрузку, которая переходит через объяснение, через уши и так далее. И это вещь, которая постоянно происходит, всегда это есть сомнение, как обращаться тот путь или другой. И мы увидели в поколениях, что и в Египте подход Мушера Абейну более сработал. С большими людьми сработал подход, допустим, Сейпро, который был вот такой, который искал духовность и так далее. Он услышал и пришел. Ему не надо было ничего видеть. Но это единицы. Другим нужно видеть. Так оно и сработало. Тоф, на этом я вот такую, скажем так, вытащив такую жемчужину из вот этого спора, вот этого вот видения несгораемого куста и то, что происходит вокруг него, на которое очень часто не обращают внимания. Кстати, я снова повторю, этот спор продолжается через все книги Торы. Вплоть до момента, когда Мушера Абейну заканчивает свою миссию, ударив по скале. Ему Всевышний говорит, что занимает зависимость. То есть все это время находит. Кстати, удар по скале тоже. Это снова. Всевышний говорит, говори со скалой. А Мушера Абейну, им нужны визуальные штуки. Надо бить. Кстати, вот там Мушера Абейну уже неправильно поступил. Потому что народ уже был готов слышать. Там уже другая работа. Поэтому все. То есть меняем это на следующего лидера. Но это отдельная тема туда. На этом мы сегодня заканчиваем. Кто-то меня слышал в записи, все хорошее. До встречи. Запись выключаю на этом моменте.